С учетом очень жаркой и душной погоды, понятно, что ребятам не просто с точки зрения функционала, но ребята постарались определенные аспекты в игре поддерживать, и темп игры, и определенные взаимодействия. Понятно, что с учетом того, что было очень много изменений, с учетом только недавнего матча, мы играем через 2 на 3, и ротация необходима, определенные нити, наверное, в первом тайме были утеряны. Но когда уже произошли определенные изменения после перерыва, я думаю, что и территориальное преимущество мы, в принципе, забрали до забитого мяча, и после единственная концовка, когда футбольный клуб «Рубин» уже стал более активно использовать вертикальный футбол, нам пришлось не просто в обороне, но самое главное, все это было без конкретных голевых эпизодов. Безусловно. Обычно, когда ты готовишься к матчу, обращаешь внимание на все аспекты, как команда соперника начинает свои атаки, как выходит из обороны, как использует переходные фазы в игре, стандартные положения в обороне, в атаке. Мы постарались на это сделать акцент, но самое главное, мы сегодня как команда именно дисциплинированно сыграли в обороне, мы убрали ненужные ошибки, и та игра в Москве, когда команда соперника имела очень много моментов на выходе из пространства, мы это сегодня как бы убрали. Вот это вот положительный момент. Спасибо. Пожалуйста. Коллеги, ну я уже сказал, что в принципе мы знали, как «Рубин» играет, проанализировали несколько матчей, плюс матч в Москве, поэтому структура игры была нам понятна. Мы не совсем ожидали, что тоже много изменений будет у соперника по составу, поэтому определенная группа игроков нам, как сказать, была не совсем знакома, плюс молодые футболисты. Но опять же это нормально абсолютно для кубкового матча, и у нас была ротация, и очень много изменений в составе. Ну вы имеете в виду характер матча? Характер матчей стратегический, да, но все-таки это разные турниры, опять же, да, и это тот был игра чемпионата, здесь игра кубка, как я уже сказал, и возможно, если бы сегодня это был матч чемпионата, возможно, вышли бы в другом сочетании, безусловно, так же, как и соперник. Поэтому здесь, я думаю, что вот на это не нужно акцентировать внимание, а стратегически вы правы, что ребята, которые вышли по ходу матча, они в принципе очень усилили наш атакующий потенциал. Но опять же, еще раз хочу подчеркнуть, я сейчас сказал во флеш-интервью, что замены Миренчука и Самошникова, они связаны не по качеству их игры, а по карточкам. Мы очень боялись, что любой неосторожный фол может привести к удалению. Есть определенные проблемы со здоровьем, Артем их решает, медицинский штаб работает над этим. Мы очень надеемся, что в скором времени Артем приступит к работе с командой и будет помогать нам в рамках чемпионата. Все возможно, ничего исключать нельзя, но в принципе он парень опытный уже и определенная стрессоустойчивость есть, многое прошел. Но с одной стороны в обороне справился, никаких моментов у соперника с его фланга не было. С другой стороны, с точки зрения организации и атаки, мы просили несколько иные взаимодействия на фланге, и они, так скажем, более проявлялись, наверное, по ходу второго тайма. Но еще раз повторюсь, их замена никак не связана с их качеством игры. Безусловно, что они оба были на карточках, и мы, так скажем, сыграли на опережение и не дали возможность какой-то неосторожный фол провести. Ну, конечно, рано, потому что дистанция длинная, много матчей впереди. Мы идем пошагово, цель такую ставим, что есть игра, ее надо побеждать и двигаться стратегически дальше. А сейчас самое главное – это игра чемпионата, нам предстоит очень тяжелый матч с крыльями, и нам надо реабилитироваться за тот неудачный матч с армейцами.